Студенты техникумов получили отсрочку от призыва на военную службу. Это предусматривает поправка в закон о военной службе. Теперь призывать в армию студентов техникумов и колледжей можно только после того, как они сдадут выпускные экзамены. С 1 января в силу вступили и поправки, определяющие порядок альтернативной службы. О нововведениях расскажут мои коллеги из Алмазного края. Служить или не служить – этот вопрос встает перед каждым молодым человеком, достигшим 18 лет. Несмотря на сокращение срока службы до одного года, ребята не перестают уклоняться от исполнения гражданского долга. У нас появились граждане, которые уклонились от отправки на сборный пункт в результате ухода на больничные. Уходят на больничные, меняют прописку или просто не являются в военкомат. Молодые ребята ищут различные способы, чтобы не служить в армии. Это имен Игоревич, 1992 года рождения. Данный гражданин был оповещен повестками, все мероприятия, связанные с призывом, выполнены. То же самое не явился у нас. Чтобы обязать молодого человека явиться в призывную комиссию, раньше работникам военкомата приходилось бегать за ребятами и вручать повестку лично. Сейчас все иначе. В законе о воинской службе появились изменения. Они значительно облегчат жизнь комиссариату. Если ранее до 31 декабря я обязан был через военно-учетных работников поселений, через начальников отдела кадров или своим личным составом лично вручить повестку призывнику для явки в военный комиссариат, теперь вводятся изменения, что повестка по явке в военный комиссариат будет отправлена через почту. И в случае не явки гражданина он считается уклонившимся от мероприятий, связанных с призывом. Есть дополнения и для тех, кто уклонялся от службы, чтобы закончить учебу. Теперь отсрочку на весь период обучения получают и студенты среднепрофессиональных училищ. А тем, кто хочет связать свою судьбу с работой в государственных учреждениях, перед тем, как говорится, откосить от службы, есть над чем задуматься. Теперь вместо военного билета гражданам, уклонившимся от воинской обязанности, будет выдаваться вот такая вот справка. С ней нельзя устроиться на работу в государственные и муниципальные органы. А те, кто работал там ранее, будут уволены. В прошлом году от службы в армии никто не уклонялся. А по итогам осеннего призыва со справкой, ограничивающей выбор трудовой деятельности, из военкомата уйдут 8 человек. Елизавета Кочетова, Алексей Меркулин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».